Саяшка Пусть только начинает делать первые шаги, но и это уже большая победа. Ведь Саян – маленький воин, которому выпал непростой жизненный путь, полный сражений. Дорога, на которой постоянным попутчиком будет синдром Дауна. Подумала, что третья беременность, ничего такого страшного. Все пошла, сделали мне скрининг, и на скрининге сказали, что возможно у ребенка синдром Дауна. Сделали потом тест, и действительно подтвердили, что у ребенка лишняя хромосома. Было много сомнений в связи с отсутствием какой-то информации. Потому что все, что находится в пространствах интернета, это очень страшно. После этого хочется принять решение, что этот ребенок не родился. Мы действительно приняли решение, что надо рожать Саяшку. В 36 недель я родила. Рожала я в новом перинатальном центре. Хотела бы сказать очень большое, огромное спасибо персоналу. Потому что никаких, так скажем, косых взглядов, каких-то шушуканий. Вот эта вот тема, я ее еще даже не переболела, видимо. Самым сложным периодом Байерма называет момент принятия решения. Готова ли она всю жизнь оставаться без работы, отказаться от карьеры? Как воспримет новость о диагнозе ребенка муж? Ведь по статистике многие отцы уходят от таких проблем. На самом деле это очень такая, ну, об этом очень сложно говорить. Хоть, ну, мы это уже пережили, да, у нас Саяшки уже два года. Но когда я вспоминаю, вот именно вот каким образом, да, потому что это необходимо было принять решение. Избавиться, так скажем, от собственного ребенка. Когда я узнала, что точно у нас синдром Дауна, я об этом сказала мужу. Это шоу для родителей узнать, что их ребенок не такой, как все. Мы начали смотреть интернет, начали вообще как бы читать, что с такими детьми случается. Ну, в интернете в основном написано о том, что к 2-3 годам 50% детей таких не было. И очень было не страшно рожать ребенка, а страшно потом его покоронить. Ну, слава богу, хватило ума, хватило взять ответственность на себя за ребенка. И прекрасный ребенок, абсолютно прекрасный ребенок. Ну, каждый раз, когда я об этом вспоминаю, каждый раз плачу не потому, что у ребенка с синдромом Дауна, а потому что, а если бы мы приняли другое решение, не было бы такого ребенка. У семьи Костенко из села Вершина-Шехтаминский Шалопугинского района совсем другая история, но и она о родительском счастье. Ирина с мужем 20 лет просили у бога ребенка. Новость о беременности стала настоящим шоком стать мамой в 42 года. Тогда, когда все врачи давно уже развели руками. Родился отличный мальчишка, правда, особенный. Илья рос и развивался, трудности начались в детском саду. Но не со здоровьем мальчика, а с черствостью заведующей сада. Она попросила Ирину больше сына не приводить, ведь он не такой, как все. Так Костенко решились на переезд в Читу, который раньше казался им слишком сложным. Чуть позже решились и на ипотеку. Все эти перемены произошли только благодаря их сыну. Он стал движущей силой, лучшим для этого стимулом. У нас абсолютно все по-другому. Слава Богу, что у нас так все получилось. Мы на своем пути встречаем очень адекватных и здравомыслящих, и главное, добрых людей. Сколько мы обратились к ним. Мы приехали в апреле месяце, подали сразу бумаги на садик. 1 июня нам уже дали садик. Есть 69-й сад, в котором есть группа, существует особый ребенок. Спасибо заведующей Марковой Наталье Александровне, что она имеет такую группу, поддерживает ее и никак не закрывает, что это очень хорошая группа. Детки развиваются там, скажем, индивидуально занимаются. Илья маму и папу просто боготворит, а они увидели в нем новый смысл своей жизни. Их теперь трое. Как долго об этом мечтали. Папа и Илья часто в командировках, но их связь с сыном, кажется, от этого становится. Только крепче. Каждый вечер он рассказывает папе. Сам умеет позвонить папе и объяснить, что делал сегодня. Как в садике. Папа его спрашивает. Как Илья в садике, было хорошо? Хорошо. Старается все самостоятельно делать. Мама, я сам. Пошел, оделся. Мама, я сам. Пошел в умывальник, зубки чистит, моется. Марина Ивановна интервью согласилась не сразу. Для нее диагноз ребенка до сих пор тема закрытая. Синдром Дауна словно оглушил их семью. И долгие годы жили, как в ракушке, отгородившись ото всех. Со своей проблемой, со своей невысказанной болью. Очень тяжело принимать все произошедшее. Поэтому я очень долго не могла этого принять. Не верилась. Генетик говорил, что есть сообщество, в которое, чтобы я начала общаться там. Ну, как-то я еще не могла. С мужем как-то вдвоем все это переживали. И вот уже когда к школе подошло время, у нас мы поняли, что ребенок не разговаривает, что мы сильно отстали, отстаем, надо что-то делать. И мы включились в эту систему. И начали общаться со всеми, как с мамочками. Они стали делиться своим опытом. Огромный опыт накопленный, который мы могли бы, в принципе, использовать до этого. Но не делали этого. Но зато теперь мы уже везде участвуем. Учимся в школе. Сейчас Артем учится в школе и делает успехи. И Марина тоже перестала бояться общения. Сегодня она охотно делится опытом с другими мамами солнечных детей. Одного педагога знаем, Надежда Александровна, наша Фатыхова. Ну, мы очень рады, что мы к ней попали. Она очень строгий учитель у нас. У нее не забалуешь. Даже эти хулиганы и то сидят спокойно за партой и учатся. Она умудряется из них вытянуть. Вот он же ни А, ни Б не знал. В начале года, к концу года он и до 10 считает. И все буквы знает. Первый, кто знакомится с таким малышом еще до его рождения, врач-генетик. На весь Забайкальский край этих специалистов всего четыре. Екатерина Дюкова рассказывает, сейчас от малышей с синдромом Дауна отказываются гораздо реже, чем, к примеру, 10 лет назад. Это если речь идет про аборт. Что же касается уже родившихся детей, то их совсем перестали бросать в родильном доме. Детки с болезнью Дауна рождаются всегда и рождались всегда. Выявляемость, конечно, увеличивается. И по Забайкальскому краю за прошлый год родилось 12 детей с хромосомной патологией. Именно с болезнью Дауна хромосомной патологии побольше. И частота встречаемости составила 1 на 522 рождения. По России такой показатель составляет 1 на 600 рождения детей. Екатерина Дюкова отслеживает таких ребятишек и знает даже об одном уникальном случае. Девушка с синдромом Дауна родила здорового ребенка. Поэтому доктор уверена, не стоит опускать руки, в жизни всегда есть место чуду. Это твой ребенок. Ты его зачал, ты его родил, ты его ростишь. И ты его любишь такой, какой он есть. Мы же привыкли, что мы любим успешных детей больше всего. Но это твой ребенок, который тоже заслуживает и любви, и внимания. И те женщины, которые таких детей воспитывают, посвящают им свое время. Они большие действительно героини, как вы сказали. И они заслуживают только одобрения со всех сторон. Главный вопрос, которым задаются мамы детей с синдромом Дауна – обучение детей. И если на этапе детского сада очень вручают инклюзивное образование, то дальше становится гораздо сложнее. Чите, такие дети либо учатся на дому, либо посещают Черновскую специализированную коррекционную школу-интернат. В этом уютном классе ребята проходят курс начальной школы. А Екатерина Никитюк для них – вторая мама и первая учительница. У меня их в классе 4 человека – девочки и мальчики. Когда они пришли у меня в первый класс, они были такие забавные, они ничего не могли, но мы очень друг друга полюбили. Я не знаю, вот сейчас у меня он четвертый класс, и как я буду их выпускать, это для меня очень, не знаю, плакать хочется. Потому что я их очень люблю. Но сейчас с каждым годом обучение, то есть они увеличивали свои знания, то есть они меня научились читать, они научились писать. То есть даже кто-то вот не верит, что вот они могут. Они могут. Ну, соответственно, сейчас четвертый класс, сейчас уже с ними мне попроще. Они даже сейчас, родители у меня уже в панике. Как мы от вас уйдем? Давайте вы с нами до девятого класса. То есть они вот все. Образование в этой школе дети получают самое лучшее. Тут и психолог, и логопед, и самое ценное – общение со сверстниками на равных. Педагоги – настоящие фанатики. Каждый ребенок для них – личная история. Они светлые, добрые, отзывчивые. И что самое главное, они очень упорные. Звенит звонок, когда они пока не доделают работу, они не уйдут. Вот именно ребятишки вот с синдромом Дауна. Вы знаете, они накапливают себя, как губка, все это копят-копят. Все окружение ребенка, все должно контролировать его речь, и помогать не только там мама и учитель, но и в магазине, и соседи, и ближайшие, и дальние родственники. Все должны принимать в этом участие. Подключаем всех. То есть это очень длительный процесс, очень трудоемкий. Это маме надо, да маме это надо донести. После окончания общеобразовательной школы такие дети, как правило, возвращаются домой. Специальных профессиональных училищ для них не предусмотрено. Но читинские родители не хотят мириться с такой действительностью. Семья Ван, к примеру, мечтает создать в пригороде Читы целое хозяйство с теплицами, клумбами и огромным огородом, где бы могли трудиться и взрослые солнечные дети, трудиться и зарабатывать себе на жизнь. Почему-то нет сомнений в том, что это сбудется, ведь любовь материнская, любовь родительская творит настоящие чудеса. А тем, кто сейчас стоит на распутье и не знает, даровать ли жизнь своему ребенку с 47-й хромосомой, мамы дают наставление и убеждают. 47-я не лишняя, она личная. Просто подумай, послушай себя, послушай свое сердце. Конечно, принять решение достаточно сложно, потому что ты всю жизнь будешь нести ответственность за этого ребенка. Я всегда знаю, что что бы ни произошло, Саян всегда будет со мной. Допустим, у нас есть группа, да, группа дауняшек, так скажем. Возьмите и позвоните нам. Позвоните нам, мы вам все расскажем. Приходите в гости, посмотрите на детей, на детей помладше, на детей постарше. Дети синдрома Дамы – это лучики. Да, я не могу сказать, что все хорошо, вот прям все гладко, что вот прям лучше всех, нет. Но, по крайней мере, они не умеют злиться. Они не умеют мстить. Они никогда на тебя не махнут рукой, потому что ты для него самый лучший, самый главный, самый важный человек. Ты это осознаешь, и поэтому у тебя все получается, и ты идешь вперед. С самого рождения, каждую минуту, вы не думайте, что мы только радуемся его каким-то победам. Просто вот мы счастливы, я счастлива, и мой муж тоже так же рад, что он у нас есть такой вот. Неважно, что он какой-то не такой, но мы его обожаем еще больше, чем нашего старшего сыночка, допустим. Он у нас медалист. Я не представляю, если бы я его не родила. Не испытала бы столько счастья, наверное, сколько вот 9 лет уже наслаждаюсь. Хотя очень тяжело, конечно. Тяжело очень, но тем не менее, я нисколько ни на минуту не пожалела, что я его родила. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова